Я, коллеги, очень много уже поговорила про как правильно подходить к развитию его движения, его инфраструктуры. Я еще подробнее расскажу про инструменты, про инфраструктуры планирования, за счет которых мы можем это все осуществить реальности. И вот первый, самый главный инструмент – это разработка стратегии. А что это такое? Это такой инструмент фундаментальный. Почему? Потому что благодаря им мы можем, как эксперты, все наши мысли и идеи переложить на бумагу, на схемы, на какие-то графики, на тексты и обоснования, а также мысли и идеи горожан и всех активистов и всех лиц, которые мы имеем в виду в развитии его инфраструктуры. и создать понятный план работ, понятную дорожную карту, по которой мы будем двигаться в течение 5 лет. Ну, в среднем это 20 лет, я зарабатываю на какой-то период. Понятно, без проблем, осознавая за счет чего, как, каким образом и на какие этапы мы это все раскладываем. И так мы все это реализуем. Сокращая таким образом какие-то возможные ошибки, которые я упоминала, при проектировании инфраструктуры города, потому что мы уже на этом этапе просто заранее рассмотрим все сценарии, все варианты того, как это лучше сделать, со всеми это обсудим, подтвердим и так далее. И уже просто тем останется следовать этой стратегии, и все это возникало, которое в ней заложено, и спокойно, не тратить все, не много усилий это все реализовывать. А что там чуть более поправно, то то, что этот документ включает, ну, он включает в себя анализ, как уже тоже много было сказано про важность этого этапа, Затем схему перечной участкового маршрута. То есть мы создаем вот этот вот белокаркас открытийших картинок от страны города, разбиваем его на этапы, да, в соответствии с программами городскими, да, по реконструкции, по ремонту улиц, там, различных программ других транспортных, которые там в городе предусмотрены на тот период, на котором мы делаем эту стратегию. Разрабатываем рекомендации и правила по размещению сопоставочной инфраструктуры, то есть это хранение, там, где нам нужно иммиграцию ставить, где он, как устрофай, размещен, репешенинг предлагаем организовать и так далее. То есть все это предусматриваем, предусматриваем там рекомендацию по обустройству этих маршрутов, там, на какой улице, что должна быть, белодорожка, белозона, где она должна прокладывать. Это то, что детективно в этом документе. И, несомненно, немаловажно это рекомендация по содержанию этой инфраструктуры, по эксплуатации, рекомендации также по международному взаимодействию, ну, как вообще, да, там, науковый городком и за этим всем следить, как это все реализовывать и так далее. Дальше, когда мы документы разработали, у нас есть разные варианты того, как реализовывать и сохранить реализацию этой инфраструктуры. Ну, есть разные инструменты, наиболее правильный подход будет следующим образом. Сначала нужно попробовать вообще наши маршруты и посмотреть, а правильно ли мы их проложили в правильных линистах, все ли научили. То есть проверить все проектные гипотезы, которые мы там на данном стратегии разработали, проверить действительно удобство этих маршрутов, да, там какие-то пилоты запустить, посмотреть, как они работают, проверить какие-то, не знаю, проектные решения, удачные, неудачные, то есть увидеть то, что возможно в будущем при невременном исполнении, а при постоянном уже, мы, ну, не учли, да. То есть перед тем, как переходить к реальной, ну, прокладывающей дорожек, обустроенных каких-то, в особенных, в асфальте можно за счет вот таких временных решений, за счет временной разметки попробовать часть маршрутов. Это разрабатывается в рамках велосипедных кодов. Код – это, ну, проект организации дорожного движения, такой документ классический, который разрабатывается так, как для организации, ну, вообще, движения на улице, а в данном случае разрабатывается конкретно для отдела инфраструктуры на маршруте, в конкретных улицах на сезон. То есть это сезонная история, ну, там, не знаю, на лево, ну, да, обычно лето, там, май, лето, там, ну, сетя, ноябрь. Мы это реализуем, в конце сезона понимаем, ну, проводим, как бы, замерки тех, кто понимает, да, опрашивает жителей, понимаем их, о, вообще, какой-то дыр. Так, и если мы понимаем, что у нас маршруты опустированы, дальше можно уже переходить к комплексной реконструкции улиц и организации временных решений в постоянном исполнении. Мы в своей практике применяем такой подход, который позволяет, точнее, инструмент, который позволяет нам взаимовязать разные моменты улицы. То есть это и лево инфраструктура, и парковочное пространство, и общественный транспорт, и все-все это взаимовязать, и дать это место на улице, чтобы никто не был, грубо говоря, очень лег, чтобы все были довольны, то есть найти такой лейтинг-компромисс между разными элементами уличного пространства, пешеходами и так далее. И этот документ, это концептуальный, у нас он называется комплексная транспортная схема, улица. Что это такое? Это схема, которая предусматривает все практические решения и строит улица от фасада до фасада, грубо говоря, от дома до дома. Все, что происходит в рамках города, мы разрабатываем на этих схемах и проецируем комплексы. Почему это классно, это действительно более рабочая история, чем, например, на таком этапе разрабатывать отдельно вход на проемную часть и отдельно какой-нибудь концепт будет просто там на пешеходную часть. Потому что, когда эти документы разрабатываются раздельно, то многие конфликтные места, они не видны, потому что сначала, не знаю, уход транспортный инженер разрабатывает уход, делает пешеходный переход в одном месте, потом уход будут строители и делают, не знаю, озеленение в месте, в которое приходит пешеходный переход, и у нас люди там могут быть в пустыне, или там какие-то слепые зоны образуются за счет того, что эти решения не взаимовязываются, они делаются разными людьми, они часто не совсем понимают, или не могут, или по каким-то разным причинам слова не позволяют более комплексно обратить внимание. И поэтому мы в своей работе это делаем все вместе в рамках этих схем. И таким образом мы прорабатываем все сценарии пользования уличным пространством, заранее можем увидеть и спрогнозировать какие-то неудачные решения и их исправить, потому что мы это все делаем параллельно, и решение взаимовязано. Поэтому таким образом формируем устойчивую транспортную систему в рамках города. И что еще немаловажно, в рамках такого подхода можно действительно организовать улицу таким образом, чтобы для каждого пользователя этой улицы найти на ней место. То есть соблюсти баланс интересов пользователя этой улицы. То есть очень часто у нас иногда спрашивают, а как вот у нас улица, понятное дело, она как бы ограничена домами, а вот где на этой улице найти место для деловой инфраструктуры? Вот как туда это вписать? Ну вот на нашей практике, где у нас в конце этого случая все решается просто вот таким подходом, что мы просто все полосы движения, как автомобили, так и парковочные полосы, пешеходные, ну тротуар, просто привозим к нормативным значениям. Очень часто просто даже автомобильные полосы имеют и если привести к нормативным значениям, то без потери количества полос на проезжей части мы можем за счет этого избытка и тротуара ширить, и полос изнестить, и сделать ее еще и буфером, чтобы всем было безопасно, чтобы никто, не знаю, если это велополоса, как вот доль парковки, не делал велосипедистов в дерьме, чтобы велосипедистам было просто комфортно ехать по этой велополосе, чтобы еще не знаю, что они помещены буфером, и, ну, в общем, всем находится место, и все довольны, потому что, ну, вот такие вот нюансы, их можно найти вот только когда ты в комплексе, начинаешь смотреть на эту улицу и ее полностью переправить, а не по частям, и в этом вот плюс такого подхода, и вот результат такого подхода, он всегда очень такой эффективный, вот до и после, и была огромная широкая улица с непонятным пространством, которое какой-то, ну, в общем, избыточное для одних, а для других недостаточное, и вот даже на такой улице, ну, достаточно такой район трактора небольшой, можно найти, ну, не очень даже широкое, можно найти место для всех пользователей или улицы. В общем, таким образом можно вполне себе в каждом городе реализовать велосипедистру абсолютно, ну, за счет поиска разных инструментов, разных вопросов. Саня, спасибо большое. Да, стало, по-моему, понятнее и уже интереснее, да. Возникает вопрос, где же взять...